В набережных Челнах стартовал капремонт жилого фонда. Обойдется он в почти полтора миллиарда рублей, которые потратят из Республиканского и Муниципального фонда ФИТСЖ. Список объектов, подлежащих обновлению в этом году, был опубликован еще прошлой осенью. Однако в апреле его скорректировали. Подробности в первом материале выпуска. Одним из первых капремонт пришел в дом 3А, 40 поселка ГЭС. Его жителям в ближайшие месяцы придется разминать ноги и ходить пешком. В подъездах началась замена лифтового оборудования. Эти виды работ начаты сразу во всех 11 подъездах этого дома. Мы ожидаем срок окончания работ к 1 августа этого года. Надеемся, что к этому сроку уже лифты будут запущены. Такая же работа будет проделана еще в 22 домах управляющей компании Жилкомсервис, где всего предстоит заменить более 40 лифтов. Они эксплуатировались более 25 лет и их срок подошел к концу. Поступившие на замену ветеранам новые лифты специалисты характеризуют как антивандальные. Кроме того, они значительно меньше потребляют электроэнергию, а также имеют шрифт Брайли для слабовидящих. Новые лифты соответствуют всем требованиям регламента. На сегодняшний день работы начаты на 9 объектах из 35. Всего в набережных Челнах будет заменен 95 лифтов. Что касается других работ по капремонту домов Автограда, сейчас управляющие компании определяют подрядчиков и проводят торги. К слову, 220 домов, включенных в список капремонта, осталось 214. Однако сроки массовой работы пока неизвестны. Любовь Захарова, Радига Нефельнар Мустафин, Челны 24.